Приветствуем вас. Давайте разберём вопрос, который мы задаём. Значит, чтобы погасить чувства, первое, на что нужно обратить внимание, это на то, как непосредственно ваши чувства вам вредят. То есть вы говорите, что никакой жизни нет. А что вы имеете в виду? Конкретно, на полном сейчас сервисе, я вас спрашиваю, что вы имеете в виду? Вы имеете в виду, что постоянно думаете о человеке, вы имеете в виду, что вам ничего не интересно, вы имеете в виду, что у вас подавлено, например, депрессивное состояние. Вот, или может быть что-то ещё. То есть мне в первую очередь представляется необходимым поработать в этом направлении. определить природу того, почему вы так реагируете, почему вы так вот и вам так тяжело. Тяжело. И дальше уже после этого смотреть на то, что делать дальше, на то, как себя вести, на то, как поступать и так далее. Потому что, ну, понятно, на мой взгляд, ну, на мой взгляд, совершенно очевидно, что ваши чувства, они связаны с потребностью. Потребностью. Определенно. То есть, вот, ну, какое-то потребность связаны. Вы не очень хорошо понимаете, что это за потребность. Вы не очень хорошо отдаёте себе отчёт в том, что это за потребность. То есть, вот, что вам хочется. С чем связаны ваши чувства. Вот, на что они, условно говоря, нацелены. Ваши чувства. Чего вам не хватает. Чего вам не хватает. Чего вы нуждаетесь. Например. Например. Вот. Что у вас вот. Что у вас вот. Такие эмоции вызывают. Ну, мужчина вызывает эмоции. И так далее. Соответственно, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ когда вы будете лучше отдавать себе отчет о том, что непосредственно с вами происходит и с чем связаны ваши чувства, вот, ситуация начнет улучшаться. Зачастую, как правило, люди говорят о зависимости, как правило, речь идет о любовной зависимости, к сожалению. И, соответственно, именно с любовной зависимостью нужно работать. Тут есть ряд объективных оснований для, так сказать, для существования зависимостей, вот, именно ряд объективных, с точки зрения человека, оснований, вот, которые необходимо проработать. Почему я не говорю вам сейчас, не говорю ничего, так сказать, более конкретно, потому что не хотел бы, чтобы вы себя накручивали, не хотел бы, чтобы вы, ну, обязательно думали, что это вот ваша история, да, чтобы я обязательно думал, что это про вас, мне бы этого не хотелось. Мне бы хотелось больше, чтобы вы последовательно в себе разбирались, чтобы вы последовательно работали над тем, чтобы не погасить чувства, как вы, вот, сейчас, ставите вопрос, а чтобы вы смотрели все-таки, наверное, в сторону отделения чувств, направленных на вас и чувств, направленных на человека, по среду, потому что все-таки вещи, это разные. Такая вот история. Ну и опять же важна, довольно сильно важна мотивация, то есть вот именно мотив, то есть зачем, для чего я хочу, что-то изменить, какой у меня мотив, какая у меня заинтересованность в этом, вот. Это не обратный вопрос, как может показаться на первый взгляд, это очень серьезно, вот, связано это с вашим психологическим состоянием. Ну и последнее, наверное, на что хотел бы обратить ваше внимание, это на некое обесценивание того, что вы чувствуете и переживаете. Почему? Да, потому что ваш вопрос, он такого типа, такого формата, что его можно, ну, просто вбить в поисковик, вот. И... Получить какой-то аппарат. То есть, ваш вопрос, он очень не уникален, вот, и вы не раскрываете почему-то, никаких подробностей. А подробности крайне важны, вот, поэтому непонятно, не совсем, точнее, понятно, чего вы ждете. То есть, чего вы ждете от психологов. Если помощи, то нужно больше информации. Если вы задали свой вопрос, просто послушайте разные советы. Опять же, разность во мнениях вам не даст какого-то ощутимого пресса, потому что почти всегда мнения будут различаться в зависимости от школы специалистов, да, от их взглядов, от личностных психологов. Вот. Ну и, кроме того, советам проблемы не решить. А именно советам проблемы не решить. То есть, тут нужно именно работать именно психотерапевтно. Вот. С вами. Если вы реально хотите решить проблему свою. В принципе, то, что я могу вам сказать в ответ на ваш запрос. то есть, то есть, ну, в ответ на то, что вы пишете. Вот. В принципе, все на этом, я думаю, можно заканчивать. Разберитесь в себе, чего вам не хватает на данный момент. Вот. Как, как вот чувства, да, ваши чувства, как они связаны с, ну, с попытностями, да, с нехваткой, нехваткой, чего-то. То-то, то есть, ну, как то, чего вам хочется, вот. С рядом с тем, что вы чувствуете, сейчас. Вот. И с рядом, ну, вообще, ну, с рядом, ну, вообще, то, что вы чувствуете. Это важно. Длава. Опять же, это важно для вас. Вот. Ну, в принципе, все на этом. Я надеюсь, что мой ответ вам поможет, я надеюсь, что вы обратите внимание на себя, надеюсь, что вы обратите внимание на себя. что важно, вот, а важно именно посмотреть на ваше переживание, на ваши чувства, на ваши эмоции, на ваши ощущения, вот, для того, чтобы как можно лучше, как можно больше информации получить о том, что с вами конкретно происходит. Вот, ну и более, наверное, корректный вопрос поставить, потому что сейчас ваш вопрос, он звучит, ну, мягко говоря, так, что довольно рэкетно звучит по отношению к вам, что, конечно, не в лучшую пользу говорит о том, как вы к себе относитесь. Я боюсь, что вот вы к себе относитесь, мягко говоря, не очень хорошо. Вот, мягко говоря, к сожалению. Ну, надеюсь, надеюсь, что я здесь не прав. В этом всё, в принципе, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго. Ну, я надеюсь, что вы делаете, что вы делаете, что вы делаете, что вы делаете. А, спасибо. Спасибо за внимание. 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 Спасибо за внимание.